Всем хеллоу, с вами Санчоус. Я неожиданно узнал, что на 70-х у коммунистического Китая контента нету. Так что, наверное, даже до смерти Мау не доиграю. Старикан помер в 76-м. Но пока контент имеется, его очень даже немало. Мне хватит. Тем более, уже со дня на день американцы должны вторгнуться в ход войны во Вьетнаме. И я тоже просто так в сторонке сидеть не собираюсь. Ля, чё тут можно? В 60-х вопросы к гендерному равенству поднимать? Поддержка трансгендеров? Ух, как я одобряю. А я чё-нибудь такое могу делать. К сожалению, похоже, что нет. Ля, какие приколдесные фокусы. Как меня радует это позитивное действие по отношению к сексуальным меньшинствам от исламистов. Я, можно сказать, разобрался с голодом. Но тут осталось совсем немного каких-то минус 50% ежемесячного населения. Разве это много? Это так, чуть-чуть. Тем более, на данный момент у нас остались гораздо более проблемные отрасли. Особенно в промышленности. Нужно, по крайней мере, разобраться с такими приколдесными штучками, как кустарное выплавление чугуна в печах на задних дворах. Только зря уголь жжём. А результат? А результат не очень. А ля тут, на самом деле, контент у США даже лучше, чем в ТНО. Всякие МК ультра и испытания ЛСД при помощи проституток. Вторжение куда хочешь. Вот за кого реально нужно суету творить. По-моему, у них даже в 70-х у единственных контент есть. Но это как-нибудь потом. Шо? Вьетконг капитулировал. И, типа, чё теперь? Я надеюсь, из-за этого не будет вьетнамской войны. А то, типа, как-то не очень. Я уж хотел приколдесов натворить. Кровушки попить американской. Будет грустно, если не получится. Я ещё чуть ли не забыл об ядерном оружии. Мне ещё его делать надо. Конечно, тут есть пару бонусиков. Но в основном нужно рассчитывать на свои силы. Ля, чё, у СССР появилась. Царь бомба, мне бы тоже такую. С экономикой по минимуму всё. Теперь опять можно менять общественную жизнь Китая под маоистские постулаты. Вот сволочи в этой коммунистической партии Китая. Мао столько хорошего сделал для страны. А его перут и отстраняют от должности. Ещё сами потом на карачках придут прощения просить. Ну и сразу начался всякий бред. Остановить политическое насилие, лишить мао административной власти. Страна в жопу катится. Мао теперь даже не глава государства. Ну с этим уже надо как-то бороться. Пора бы мао активность развести. Весь пределу, конечно, мао отстранили от власти. Но он так-то кандидат от народа. И поэтому человекообразные массы его поддержат. Не повезло, конечно. Оппозиционерам мао, учитывая, что на стороне Дзе Донгармия вообще была как-то глупая, против него пытаться какие-то заговоры строить. Хотя этого шоуцы можно у власти оставить. И даже фокусы будут другие. Но у него тут всякая скучная фигня. Денься, опинь, капиталистические реформы, религиозная терпимость, но вот только депортация японцев звучит прикольно. Наоборот, нужно обличать спонтанные капиталистические тенденции, пока они весь Китай и маоизм не погубили. Ну и ещё можно жену Мао на пост министра культуры назначить, чтобы она ещё постепенно готовила культурную революцию. А ещё время массово печатать маленькую красную книжечку с цитатами Мао, в которой он объясняет, кого, когда и как нужно бить. Китайской молодёжи такая тема нравится. Партийные чинуши изо всех сил борются за власть и выживание. Но это не та борьба, в которой им суждено победить. И ещё небольшая чисточка, но, кстати, довольно удивительная, не сверху вниз, а снизу вверх. То есть наоборот, народные массы и нижнее чиновничество своих управителей линчует. И Мао сможет себе власть забирать спокойно. Правда, ещё нужно культурную революцию ждать. У меня тут давались на неё какие-то модификаторы, но чё-то она не началась. Надеюсь, там ничего не слетело. В скриптах. Блях, я надеюсь, что вот эта вот культурная революция, она начнётся как-нибудь сама по себе. Иначе я вообще хоза чё делать. Думал, джи-джи прохождение посмотреть. А на русском, как я и говорил, их нет. А от западных хуй-ютуберов максимум чего можно ожидать, это захват СССР к 60-му году. А мне-то оно нафиг вперлось. Короче, ждём-с. Ну тогда опять можно к дипломатии вернуться. Замкнуться в себе в изоляции. Ещё раз. На международной арене у нас проблемы с СССР. Как-то после смерти Сталина отношения не заладились. Но есть другие хорошие друзья. Албания там или Северная Корея. Шоссе, которые в других странах поддерживают маоизм. С ними и можно немного посотрудничать. Ля. В СССР Брежнев к власти пришёл. Как-то совсем незаметно. А, то есть даже так? Для каких-то задротов на месте президента США, которые каждые 4 года сменяются, супер-ивенты мы делаем, а для Леонида Ильича даже и Вентика не было. Как-то это несправедливо. Ну наконец-то! Хоть какой-то умный человек в мире появился, который принял идеи маоизма. Надеюсь, со временем таких станет всё больше и больше. И всё-таки сильный мужик этот Ким Ирсен. Второй раз его расстреливают. А он никак всё сдохнуть не может. Дураки, которые его хотят убить, не понимают, что сердце Чучхе вечно. Опять Северная Корея какой-то переворот. Что? У них теперь есть выборы? Мде? Судя по всему, 60-е не так хорошо разработаны в этом моде, как хотелось бы. Вон даже инвалидные ивенты есть. Хотя глобально каких-то ошибок нет. Ну кроме культурной революции, которая вроде бы как должна начаться всё-таки. А может быть и нет. Что-то как-то в мире последнее время спокойно. Вон даже вьетнамской войны не случилось. Нужно мутку какую-нибудь замутить. Конечно, повоевать мне вряд ли удастся. Но парочку приграничных пунктов поштурмовать мне никто не запретит. Я специальные цапельные дивизии для этого сделал. Вот такие. Всё самое крутое, что ветки исследования нашёл, туда всунул. Ядерные танки, например. А также реактивную тяжёлую артиллерию. Для приграничных конфликтов самое то, наверное. Ну сейчас узнаем. Можно будет индусов напугать горной атакой сверхтяжёлых танков на Гималайе. Силовым способом с ними поспорим насчёт пары горных деревень. Да, действительно хорошечные дивизии. Не зря я два года полностью всю свою военную экономику направил на их создание. Отняли у индутиков часть гималайной гряды. Мелочи, приятно. Можно ещё индусов побулить, поддержав оружием их лучших друзей-пакистанцев. Ну чё-то мы заперлись в этой Азии. В этом болоте нужно взглянуть на другие развитые регионы мира. Вон та же самая Африка. В которой как раз-таки сейчас очень неспокойно из-за деколонизации. Плодотворный чернозём для будущей маоистской революции. Опа! Ну хоть какие-то хорошие новости приходят. У нас появился ещё один братан Пол Потт. Можно сказать, реинкарнация другого Броки Мерсена. Только он нам ещё ближе, потому что маоист. Не, ну такому пареньку нужно максимальную помощь оказать. Тут ещё какая-то невнятная механика. Участие во всяких прокси-войнах. Вкладываю куда-то миллиарды долларов, а куда непонятно. Может я просто иду в Камбоджу, кину парочку моих любимых сверхтяжёлых танков для атомной войны. Так же будет гораздо проще. О, кстати, маосистские идеалы теперь преобладают ещё и в КНДР. То есть они окончательно пошли по пути. Сближение с нами. Но Ким Мерсена всё-таки жалко. Мировая маоистская революция прям марширует по планете всей. По Африке наш министр иностранных дел поездил. Падочку полезных договоров смогли подписать. Теперь вон я с помощью местной механики дипломатического влияния себе, как марионетку, Непал загробастал. А может мне такую же штуку совершить? Из КНДР, а чё? При Чучхе и Ким Мерсене это был достойный союзник, а теперь они сами на себя хомуты навязывают наши. Накоплю 500 политической власти и тоже их замарионечу. Говно действительно случается. Хотя конкретно в моём случае не случается. Или я что-то не так сделал, но... Культурная революция уже должна была произойти. А о нас, сволочь, не происходит. Опять придётся обратиться за помощью к Иисусу. Да, и вот именно в такие моменты я понимаю, насколько же хорошо разработан ТНО. Спасибо Иисусу за то, что помогает вернуть Мао к власти. Ну, наконец-то. Теперь можно и литературное движение Хайжу и продвинуть. Кстати, тут ещё кое-что случилось, пока я культурную революцию начинал. Вот на этих на мелких часах вверху наступил Миднайт. Полуночь, то бишь, потому что напряжённость взлетела 99% из-за того, что КНДР пригрозила войной Южной Кореи. Которой как бы нет, но неважно. Оно это на самом деле очень даже хорошее событие, так как я смог официально зарегистрироваться как ядерная держава. А то я делал заводы для производства ядерного оружия, делал и не понимал зачем. А тут кнопочку одну прожал, и вот теперь я в клубе крутых. Нифига, мировая напряжённость аж до ста поднялась. Это причём исключительно из-за всяких африканцев, которые друг друга палками и калашами дубасят. Поднимают какой-то шум бессмысленный. А вот действительно чего-то интересного так и не произошло. Ни Вьетнама, ни Карибского кризиса. Просто перманентные гражданские войны в Африке. Такое ощущение, что я убирал исторический фокус, хотя я его вроде не убирал. Тут много достаточно интересных вещей во время культурной революции можно провести. Пробуждение фанатизма, митинги, сжигание книжек старые добрые. Это всё инкриз какие-то там модифайеры, которые до этого были, но я хрен знает, где их смотреть. Чё-то у меня инкризается, а где чё, непонятно. Ух ты ж нифига, я как бы нахожусь в ядерном клубе, но как бы и типа нет. Как бы мне ещё предстоит себя объявлять ядерной державой. 3000 политвласти нужно немало. Хотя всё равно мне её уже лет 15 некуда девать. Опа, наконец-то в ООН приняли нормальную резолюцию правильную. И вместо тупой тайваньской республики там теперь постоянное место занимаем мы. Эти ошмётки гаминдановские вообще выкинули нахрен отовсюду. О, вау, я теперь могу какие-то резолюции предлагать. Ну, можно по приколдесу торговые санкции на Тайвань организовать. А ещё на фоне культурной революции проводим религиозную борьбу со всяким там буддизмом. Ведь нет истинной веры, кроме веры в императора, ой, то есть Мао. Хотя народ, конечно, немного охреневает от действий наших красных гвардейцев. Не слишком ли они много на себя берут? Время ещё почистить горе реформаторов, которые место Мао хотели занять. Вот, например, главная шавка Шао Ци Дэн Сяопин. Но с ним ещё более-менее обошлись. Отправили в ссылку в ебеня, чтобы он глаз не мозолил. А вот с его папашей Шао Ци обошлись не так гуманно. В тюрячку кинули. И вроде бы всё на этом. С культурной революцией всё хорошее когда-нибудь кончается. Но это чё-то кончаться не хочет. Какая-то мутка-замутка происходит. Красный молотёж, который избивала всё, что хотела избивать, ещё и по содействию партии, немного охренело. И тут назревает совершенно неприятная угроза анархии. Немного, конечно, переборщил товарищ Мао, но с кем не бывает. Мне кажется, изначально в угрозе анархии был выбор, по какому пути спасать Китай. Потому что тут одинаковые фокусы. Девятый съезд коммунистической партии Китая в конце. И вообще тут немного противоположные решения. Один из путей тут более адекватный. С успокоением хуновоебинов и опорой на армию. А по-другому пойду я. Уже, как обычно, начнём с казней. На этот раз окончательно забиваем гвоздь в крышку крова хрен реформаторам. Казнили Шао Ци и Сяопина. Теперь-то идеям маоизма точно ничто не угрожает. Много ещё чего весёлого произошло. Ещё больше чиновничных и других голов полетело. Ещё острее была борьба с контрреволюционным элементом. И можно подвести итоги на девятом съезде. Вот теперь, с узаконенными в конституции принципами культурной революции, Китай действительно станет мощной страной. Ну, наконец-то, что-то нормальное могу сделать. Объявить себе ядерной державой. Теперь хрен ко мне кто полезет. Хотя, ко мне и до этого никто не лез. В основном мне приходится инициативу проявлять. Ну и под конец можно покошмарить совков. Потребовать у них островок Джинбо. Или же Даманский. А если они нас не послушаются, то придётся применять силу. В реальности на острове Даманском было пару тысяч голодранцев-китайцев. Но у нас пару тысяч сверхтяжёлых танков, предназначенных для ядерной войны. На индусах они себя хорошо показали. Посмотрим, как они будут бороться с русским мясом. Началась замутка. Давайте танковые хунвы и бинушки мои. И, конечно же, сотни тонн чистого мауистского чугуна раздавили этих предателей Сталина и ревизионистов. Теперь этот островок наш. Ну и хорошо. Ну и теперь можно с чистой состью заканчивать. Уже 72-й год. Мау умрёт в 76-м. Конечно, хрен все у гниды уже нет. И он все полимеры не просрёт. Но потомки на то и потомки. Чтобы всё просирать. Слава богу, товарищ Мау этого уже не увидит. В следующий раз буду играть за самого непопулярного бурксиса. Но пока... 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 Пока...